всем привет это морис дэй и я записываю свое очередное видео для сайта пекарьстаз.ком ну для тех кто меня видит впервые слышит впервые я скажу что я являюсь регуляром лимитов nl100 и nl200 на данный момент в основном я записывал до этого свои воды свои лайф сессии ну вот сегодня я записываю разбор такой очень интересной программы которая называется пил солвер может быть еще не все регуляры знакомы с этой программы и слышали вообще о ней но тем не менее среди то прегов эта программа становится все более и более популярна и уже уверен что большинство то прегов занимаются разборами в этой программе и даже рискну предположить что за этой программой будущее если уже не настоящая вот такие хвалебные отзывы хочется сказать о ней но после этого перейдем сразу же к минуту сначала подводным камнем этой программы потому что в дальнейшем я буду исключительно хвалить и кого-то мус может может быть смотивирую на покупку данной против но перед этим стоит сказать о минусах которые вы получите приобретая эту пробу первый минус это финансовый минус дело в том что она и сама по себе довольно недешевая программа давайте разберем прежде всего четыре варианта четыре ценовых категорий которые которые она предоставляет первый вариант бесплатный он предоставляет возможность разбора терна и ривера но я когда-то устанавливал бесплатный вариант скажу честно я в нем тогда плохо вообще имел представление пиосолвере не разобрался наверное это правда наверно там действительно можно строить терный ривер но тем не менее без флопа это и неудобно и может быть имеет не слишком много смысла поэтому перейдем к следующему варианту это базового называется пиосолвер базик стоит 249 долларов он уже позволяет разбирать и флоп в том числе флоп терн ливер и вот этот вот вариант возможно будет интересен абсолютному большинству думаю те кто будет смотреть это видео следующий вариант это пиосолвер про вот непосредственно сама вот это вот прога я имею ввиду версия которая установлена вот вот она у меня она уже помимо всего прочего позволяет строить скрипты позволяет пользоваться скриптами о том что такое скрипт с скажу попозже и дает два ключа и это немаловажно что она дает два ключа и есть также самая последняя версия полная версия это пиосолвер edge он стоит 1099 долларов он уже позволяет разбирать префлоп и получать доступ ко всем обновлениям быстрее всех которые выходят они выходят довольно часто для пиосолвера вот за что же такие деньги такие деньги они действительно не маленькие и они более того это еще не вся сумма которую вам придется заплатить дело в том что эта программа очень требовательна к системному процессору то есть она будет занимать у вас фактически всю производительность вашего компьютера и поэтому если вы думаете ну допустим ладно там 249 долларов выведу их там своего рума и куплю эту программу сразу же предупреждаю это не все вам скорее всего придется арендовать сервер как вы видите это не мой компьютер не мой рабочий стол здесь явно написано windows server 2012 дело в том что мы с покерными игроками с моими знакомыми арендуем сервер специально для того чтобы просчитывать на этом сервере доски чтобы не задействовать свой домашний компьютер и это очень важно потому что если вы поставите на просчет даже одну доску это уже может занимать несколько часов и пока доска просчитывается вы вряд ли сможете не то что там в какую-то игру поиграть вы даже в покер скорее всего поиграть уж с холдом менеджером включенным так точно не сможете поэтому сразу же советую если вы всерьез намерились покупать пиа-солвер а заботьтесь тем чтобы приобрести к ней сразу же арендовать точнее не приобрести арендовать сервер и поэтому возможно имеет смысл с кем-то скооперироваться и совместно снимать сервер для того чтобы заниматься просчетами вы можете даже в принципе и пиа-солвер как бы если доверяете людям знаете их можете и пиа-солвер так же купить складчину установить его на сервак и заниматься там просчетами это достаточно удобно и для этого в принципе может быть для начала действительно хватит базовой версии ну а теперь да давайте все таки уже перейдем за что же собственно такие деньги такие заморочки что из себя представляет пиа-солвер пиа-солвер эта программа позволяющая создавать готовые расчеты для вашей оптимальной стратегии она выстраивает вашу игру по равновесию нэша то есть это если упростить это такой своеобразный готовый калькулятор и перейдем от слов к делу давайте уже посмотрим как же это все работает куда тратится столько денег и столько загруженности процессора вот по-моему сейчас даже могу посмотреть идет просчет какой-то доски даут и девяносто три девяносто шесть процентов загрузки даже процессора который стоит на вот этом сервере все данные вводятся вот в этом вот так 3 building calculations сюда вы вводите все данные которые хотите вести для просчета давайте я подготовил для этого выпуска подготовил такую ситуацию наверное который начинающие игроки игроки микро лимитов спрашивают больше всего то есть делают 3 бет с рукой туз король а потом не попадают ни в туза ни в короля и начинают спрашивать как играть в этой ситуации должны ли мы ставить свою руку должны ли мы ее чекать если мы чекаем чеколдим чеколим мы ее потом идут жалобы что туз король слишком слабая рука для того чтобы ее 3 бетить потому что мы вечно не будем попадать никуда и вообще что же делать такой ситуации сразу же скажу наперед пиа-солвер учит такой важной вещи как сплитование рук возможно большинство из вас кто смотрит это видео никогда этим не занимались ну максимум сплитованием тузов занимались то есть там допустим иногда вы их пушили иногда там холили на 3 бет либо на 4 бет но современные реалии современные стратегии игр требуют от вас ну начинают требовать от вас скажем так чтобы вы разыгрывали абсолютное большинство ваших рук не одним как ни одной какой то опции допустим бет или там чек а и бет иногда иногда чек а если бета бета таким сайзингом бет другим сайзингом и ко всему прочему поэтому я также советую уже установить на ваш компьютер рандомайзер его можно скачать бесплатно стоит только захотеть поискать в гугле установить рандомайзер установить чтобы он показывал числа от 1 до 100 и если выпадает там допустим маленькое число то вы выбираете какой-то ну там допустим более тайтовый вариант то есть допустим чек а если более высокое число то бет а уже вот этот вот процент когда нужно бета когда чек а вот это все уже покажет звучит может быть даже бредо вообще зачем этим заниматься но опять же все зависит от того что для вас покер просто хобби там обыгрывать каких-то фишей на нл-5 или вы действительно хотите всерьез заниматься этой игрой я бы даже сказал этой наукой и хотите вести речь о каких-то серьезных книгах давайте начнем уже строить дерево скажу сразу что я не буду использовать свои сайзинг не буду использовать сайзинг оппонентов которые играют против ну против меня на моих лимитах я сейчас постараюсь поиграть в угадайку для нл-10 поскольку я изначально сказал что буду для нл-10 это все рассматривать ну вот я поиграю в угадайку вот сейчас возьмем ситуацию когда блайнд и 3-бетт от баттона то есть 3-беттер находится вне позиции поэтому сейчас мы строим out of position и построим что-нибудь типа вот такого так ну и возьмем еще немножко рук для попадания в доску для попадания в доски ну вот может быть что-то типа такого я реально играю в угадайку потому что сдается мне что на нл-10 даже не у всех игроков есть четко прописанные рейнджи которые они играют возможно игра идет по настроению или так называемый эксплойт типа о против меня широко 3 бетит я щас заколирую допустим 10-8 или за 4 бетчу вот и также и 3 бет происходит типа о этот оппонент широко там падает ну много падает смысле и поэтому сейчас я побольше всякого мусора запихнув свой рейндж ну все таки должны быть некоторые базовые рейнджи которыми вы пользуетесь так сказать по умолчанию против неизвестных оппонентов или против не эксплуатируемых регуляров ну не то что я даже хочу вам посоветовать вот берите такой рейндж нет я не стал бы его советовать я просто вот угадываю примерные рейнджи может быть не угадываю но возьмем что-то типа такого и сейчас диапазон защиты я думаю что может быть даже на нл-10 уже калируют все маслами тузы но возьму такие тузы ну туз-10 давайте тоже возьмем если у нас тузы вальты уйдут в 4 бет возьмем десятки с десяток по шестерки пограничимся здесь король валет хотя король валет наверно разномастный не все калируют а может быть и все здесь вот так возьмем мы возьмем еще как нибудь ну вот так что вот такой рейндж наверно дальше нам нужно прописать текстуру доски что логично ну флопа точнее возьмем радугой доску дальше мы прописываем стартовый под для удобства я представлю сейчас этого нл-100 ну или просто 100 блайндов у нас будет стартовый 17 открывается допустим 2 бб 3 бет 4 раза 8 бб здесь нельзя ну там будет 16 половиной наверное но здесь нельзя так прописать здесь нужно целое число поэтому немножко в большую сторону округлим будет 17 и эффективный стек 92 это то что у нас останется так мы теперь пропишем сайзы здесь важно не перепутать у 3 better у нас будет out of position поэтому начнем с него сайзы опять же чем больше вы пропишите сайтов тем более точной будет стратегия но вы же не сможете эту стратегию загрузить себе в мозг поэтому в любом случае всегда нужно стараться максимально упростить и это будет некая такая балансировка до упрощения того чтобы вы могли запомнить но не переборщить и не упростить настолько что эта стратегия будет играть против вас я немножко задротствую я выписываю достаточно много сайзов и иногда не все убираю потом то есть оставляю на несколько сайзов пересчет записываю это в специальный блокнот потом пытаюсь это выучить как-то или хотя бы понять логику почему так ставится некоторые доски конечно так называемые типовые доски их важно знать допустим дама 7 2 разномастная она вряд ли сильно чем-то будет отличаться от дама 7 3 разномастная или дама 8 там 4 не знаю разномастная или там валет ну хотя валет уже немножко может и по другому будет особенно на вот этих рейнджер но это просто нужно смотреть какие одинаковые доски вы можете отнести к этой доске как бы понять что это за доски и уже выучить как играются на эти досках вашей рейнджи непосредственно ну здесь просто поскольку это пример возьмем два самых распространенных сайзинга на лимите нл10 я думаю это будет точно две трети но поскольку доска сухая это будет не две третьих и три четвертых а будет полпота наверно ставят же полпота на этих лимитах и две третьих прописываем через запятую без пробелов я думаю никто нас на такой доске рейзить не будет сухой поэтому ререйс нам нужен тернам продолжим ставить так же ну там мы уже можем получить рейс сведем ререйс естественно колыну ну и на ривере не буду насчет сайзингов заморачиваться поставлю все равно там будет если мы поставим две улицы это будет пуш с нашей стороны ну а если мы где-то прочекаем и оппонент допустим прочекает ну да получится не совсем хорошо что мы поставим бетпот на ривере ну для примера ничего страшного не будет так по моему для три беттера я все правильно вбил теперь для колера так для колера у нас что получится бет это если мы чекнем рейза не будет на терне бет поставим такой же рейс сведем колыну это все таки три бетпот ну и ривером так же там допустим мы поставили две улицы потом он поставят в любом случае это будет алым мы же стопы бы ведем речь а рейс рейза тоже уже скорее всего даже и быть не может так теперь важно еще рейк забить в среднем рейк будет примерно какой то такой если не ошибаюсь вот здесь нужно поставить точку а не запятую окей давайте посмотрим еще разочек ничего мы не упустили ну вот таким образом это выглядит вроде бы ничего сложного просто не запутаться кто есть кто какие нам нужны сайзы кто кого когда рейзит кто кого когда не рейзит ну и дальше нажимается кнопка build 3 окей дерево успешно построено как мы видим это не означает что уже все расчеты проведены нет чтобы проводить чтобы начали проводиться расчеты нам нужно нажать go и после того как мы нажмем go ну тут не слишком доска загружена сайзингами и вообще нет донков фактически и в целом такая она 3 бет то есть количество комбинаций меньше чем если бы это был обычный рейзин и пот ну в любом случае я думаю полчаса она бы просчитывалась или даже может ну не знаю ну 15 минут точно даже вроде вот при таких простых сайзах поэтому я уже это закрою я уже просчитал ее заранее окей закроем откроем вроде все то же самое ничего не поменялось но доска уже просчитана просчитала просчитана она до 0.02 bb можно останавливать на 0.05 bb это уже будет достаточно точный просчет что еще по этому прокомментировать но я думаю основное все уже ясно вот здесь есть кнопка generate script это о чем я говорил заранее скрипты позволяют вам при одинаковых данных просчитывать разные доски то есть вот сайзы здесь уже введены позиции допустим обозначены и вы просто вот по всем вот этим данным ставите разные типовые доски и начинаете просчет это будет очень долго то есть некоторые просчеты занимают реально недели если вы хорошенько загрузите сайзами донками и много досок поставите это реально может просчитываться неделю поэтому как я уже говорил стоит много раз подумать прежде чем просто покупать эту прогу будете ли вы использовать свой компьютер для этого определенно его можно использовать для этого допустим куда то ушли поставили доску на просчет но вы тут надо понимать именно в массовости о том чтобы понять какие типовые доски какие не типовые и одним каким-то просчетом ну что-то вы для себя как бы подчеркнете но чтобы даже говорить о какой-то стратегии составленной ну надо просчитать поверьте достаточно и еще и с разными сайзингами ну давайте наконец перейдем и вот что мы видим сейчас мы видим эту ситуацию с точки зрения три беттера и это идут советы скажем так от пиосолвера для три беттера в чем заключается совет совет заключается в том что мы должны ставить при таких рейнджах 100% чек у нас фактически отсутствует ну там редко когда бывает 0% но естественно для упрощения мы берем именно что чек здесь будет равен 0% а бет соответственно будет равен 100% и здесь идет сплит что две трети ставится 40% и одна третья ставится 60% для упрощения эту ситуацию можно пересчитать если он отдает предпочтение сайзу полпота ну что ж окей можно просто вот здесь так нет не здесь вот здесь убираете 66% и пересчитываете заново ну сейчас мы этого делать не будем оставим я просто показываю как максимально эффективно работать с пиосолдером какие еще есть функции о их здесь действительно очень много ну давайте посмотрим даже вот на equity это equity out of position можно здесь же посмотреть equity in position но это equity out of position мы видим что дамы естественно сет дамы здесь имеют абсолютное большинство equity ну а низом диапазона является 10.9 10.8 9.8 король валет что можно вернемся и можно допустим что еще открыть range of player увидим по комбам 27 ком топ пар там 48 ком по из хай и т.д. ну там поскольку у нас здесь стопроцентный бет то в чеке у нас ничего не будет но там если бы у нас допустим был чек мы бы увидели сколько комп чего у нас в чеке очень удобно так же допустим мы можем нажать вот сюда на бет и увидеть это вот бет в две третьих и увидеть какие комбинации он советует ставить две третьих то есть видно что фактически всех тузов пары тузов он советует ставить именно две третьих королей так же но остальное уже меньше то есть ну вот туз 4 туз 3 может быть ну я говорю если вы пересчитаете эту доску на один сайт то для вас вообще будет здесь все просто и это будет лишено смысл ну давайте поставим полплота посмотрим что же делать должен коллер и вот что интересно мы видим что коллер обязан естественно коллировать любую пару на этой доске то есть туз 2 это вообще не вопрос это easy call что называется но туз 5 туз 4 и туз 3 мы обязаны коллировать по этой стратегии все бэкдоры только туз 3 крестовые на такой доске уходят тоже касается такой руки как 9 8 обратите внимание все бэкдоры коллируются 10 9 ну фактически все бэкдоры коллируются вот валет 10 уже идет сплит то есть тут как раз может помочь рандомайзер то есть если будет число меньше 50 бэкдорный валет 10 фолдим больше 50 процентов валет 10 коллируем ну вот кстати туз 10 уже гораздо ну чуть не гораздо чуть меньше коллируется опять же там для упрощения можно сводить либо к 50 процентам либо вообще к 100 процентному фолду допустим король валет вот точно можно свести к 100 процентному фолду допустим но что нам это все говорит это говорит нам о том что даже если на такой доске мы ставим 100 процентов бет вот он вроде бы и так оппонент должен фолдить 40 процентов ну 37 процентов но на такой доске скорее всего будет оверфолд так как не все ваши оппоненты будут коллировать бэкдорны туз 5 уж не говоря о бэкдорных 9 8 или бэкдорных валет 10 да может быть кто-то на полпота отколит туз валет чего делать как бы совсем не следует но надо просто следить за оппонентами и понимать что даже в этом случае будет оверфолд то есть мы не можем поставить мы так скажем что 100 мы не можем поставить js A нормy комнистер но если бы мы мыли то есть допустим если бы он советовал ставить 80 процентов видишь что на такой доске будет оверфолд мы могли бы это свести к 100 процентов ну посмотрим дальше давайте оппонент коллирует вот что еще можно посмотреть вот здесь мы как раз можем посмотреть вот это range то есть 30 в коле будет 3 так нет вот сюда в коле будет 30 комп 18 комп underpar 3 комбы сетов и т.д. опять же это очень удобно при анализе при просмотре тут на самом деле вариации даже больше мы можем пытаться какие-то слабые топ-пары выделить вот мы выделили слабые топ-пары или наоборот мы выделяем берем и оставим вот самые сильные топ-пары вот они это по по equity можно на самом деле фактически все эта программа позволяет делать что нужно для подробного и качественного анализа это действительно так ну что ж оппонент коллирует нас и давайте перейдем терну ну какой аут мы возьмем на терне давайте возьмем более бланковый аут но в то же время ради интереса чтоб открылась flash draw возьмем какую-нибудь четверочку и что мы уже видим здесь здесь мы видим ситуация для три беттера меняется коренным образом после того как мы поставили сто процентов мы уже ставим 30 процентов если бы опять же можно пересчитать на один сайз опять оставить полкота допустим потому что он склоняется к нему но сильно там вряд ли что-то поменяется примерно те же 30 процентов скорее всего у нас останутся и эти 30 процентов вовсе не означает то что кстати мы же строим все таки оптимальную стратегию это не означает то что остальные 70 процентов мы будем играть чехол то есть мы видим что он в чеке оставляет тут дама в чеке он оставляет король дама сет дам оставляет даму валет оставляет валет десятки оставляет это все говорит о том что у нас поверьте найдется и чехол и чекрейс даже давайте посмотрим человек вот оппонент допустим стоит пол плота и у нас сорок пять примерно процентов кола и еще там набирается около десятка процента рейсов правда это всего четыре комбы потому что три бет под и здесь в принципе не так много пол но здесь можно даже составить чекрейс на терне и понимать какие руки туда относятся он допустим чекрейзит туз король флаж дро которая имеет ну и не обязательно даже флаж дро он чекрейзит король дама туз дама естественно не все комбинации это надо понимать то есть это то что у нас останется в чеке то что мы сами не поставили и плюсом даже здесь это будет не сто процентов а в случае с дамом 60 процентов примерно и это будет балансироваться с каким-нибудь 76 рукой которая будет иметь не так много идти на этой доске ну и вот даже 98 флаж дро некоторые чекрейзит мы вернемся назад к нашей четверки и снова посмотрим на вот эту вот ситуацию мы предлагают нам ставить значит пиосолвер так предлагают нам ставить на этой доске наши тузы наши туз король но не все вот туз король как раз флаж дро он предлагает по большей части ставить остальные туз король чекать туз дама по большей части предлагают ставить ну естественно вэлью сет циты у нас здесь сетов будет все всего только по дамам из составленных но и рейнджи поэтому полторы комбы сетов мы поставим полторы комбы прочека и вот такие вот руки как тут видимо гатшот да тут 5 рука имеющая гатшот будет ставить причем слаж дро она даже чаще будет чекаться а вот уже которые не имеют ни флаж и там не бэкдоров понятное дело а вот успеть будет проставляться фактически 100 процентов в этом случае в надежде на доезд по гатшоту или доезд куза пиосолвер считает что этой руки достаточно эквити для того чтобы ее проставить как защищается наш оппонент возьмем опять что мы допустим поставим пол потом именно к этому сайзу он склоняется ну наш оппонент обязан коллировать здесь достаточно широко то есть вот здесь его фолд но фактически минимален то есть даже шестерки он предлагает часть коллировать что уж там говорить о восьмерках хотя часть восьмерок все-таки он фолдит но по большей части они у него все равно остаются в коле у него есть рейндж рейза причем этот рейндж составлен фактически 10 комп и является 10 процентным сюда входит туз дама король дама часть но это совсем минимум то есть мы можем открыть и посмотреть здесь будет шесть с половиной комбинации топ пар и вот мы увидим что вот эти вот как раз король дама это совсем маленькая часть и туз хай две комбинации будут и так далее все это здесь видно можно для упрощения опять же это же ваша стратегия вы сами делаете убрать рейс терна то есть там допустим даже если выходит флаж дро вы будете коллировать ну окей что-то поменяется при этом что-то останется таким же главное он все равно составит более-менее оптимальную стратегию давайте снова сыграем полом и выберем карту для ривера ну допустим вот сейчас мы выберем какую-нибудь совсем опасную карту там закрылся флаж вышел туз я думаю что по такой карте наш бет как три беттера будет минимальным да мы будем ставить всего лишь 15 процентов на такой карте ну большинство его стратегии пиасола расстроиться на том что чем опаснее выходит карта тем больше мы играем как как рейзер при флот там больше мы играем чека это будет не всегда но в три бете такой будет часто закрылся флаж мы играем чек очень часто со множеством комбинации но при этом не эксплойны то есть если мы играем чек против нас ставят у нас есть и будут и сыты и топ пары и готовые флаж и в общем много всего но опять же многие игроки склонны ставить такие скорее карта опасные карты будут блефовать будут ставить там туз король пытаться собрать еще с дам при этом либо наоборот жутко тайтится и выкидывать там туз король допустим у пиасолера таких крайностей нет вышла такая карта играем много что чеком заметим и чеком допустим сыграем так что он какие флаж у нас будут ну вот у нас будут дома валет флаж да допустим мы больше половины таких флажей прочекаем и ну давайте сыграем чек оппонент что делает на это 60 процентов свой рейндж он тоже играет чеком то есть все слабые тузы даже две пары кстати он играет чеком но ставит сильные две пары то есть туз дама пушит король дама что интересно а нет ну да король дама он пушит которые имеют флаж то же самое дама валет дама 10 но и блефы блефом в данном случае является девятки восьмерки семерка это сет но пушится на вели естественно девятки восьмерки шестерки играются в данном случае как превращаются в блеф и не играются как шедевые ли смотрим оппонент ставит и у нас всего лишь пятьдесят два процента холдов то есть у нас достаточно достаточно колдов можно сказать что мы слишком часто полдим на ривере там оппонент будет выгодно припевать и т.д. но не стоит же забывать мы поставили сто процентов на флопе то есть мы уже получили кучу денег когда поставили конбет на флопе и оппонент выкинул там достаточно большую часть своего рейнджа то есть мы не обязаны там еще и на ривере чтобы нас было вообще никак не выйдете спота нет ну вполне достаточно 50 процентов мы сфолдили заколировали нашу часть туз король причем как я понимаю да туз король мы калируем которые блокируют флаж оппонента такие хитрости тоже учит пиосолвер вот мы видим справа в нижнем углу мы видим что туз имеющие бубнового короля он калирует мы блокируем флаж оппонента то есть мы можем проигрывать его каким-то там двум паром сетом и т.д. но видимо он предполагает что часто будут блефы естественно естественно пиосолвер исходит из того что ваш оппонент будет блефовать нужное количество раз это очень важно понимать на нс 10 случается всякое бывают оппоненты от которых вы вообще никогда не увидите блефа на ривере это можно либо учитывать составляя стратегию то есть в том же пиосолвере там есть перестроение сейчас не могу точно вспомнить где она находится но здесь можно задавать таким образом что допустим оппонент не будет никогда там блефовать на ривере допустим поставить ему рейндж с которым ну как бы вручную поставить рейндж с которым он будет ставить и что делать в таком случае но я думаю что вы понимаете что если оппонент на ривере не блефует то можно и играть по другому то есть возможно тогда в чеке на ривере будет гораздо меньше смысла какой в этом будет смысл вы никогда не получите от оппонента блефа то есть вся его там все его шедевелью какое-то прочека получите бет как правило более сильных рук ну и тогда стратегия строится совершенно другим способом нужно очень важно соотносить пиосолвер с вашей реальностью то есть пиосолвер играют в одной реальности где все играют как он вы играете в другой реальности где ну кто-то играет как вы кто-то играет отлично от вас но тем не менее вы то примерно понимать то есть я бы мог поставить на этой доске рейс допустим флопа и поверьте скорее всего пиосолвер бы нашел рейс но вы же сами понимаете если вы будете ставить кондбет на дама 7-2 на сухой доске ну вы когда увидите рейс ну от фиша допустим а от рега как часто вы увидите рейс поэтому какой смысл строить стратегию которая подразумевала бы что вы будете получать рейс все дело в том что если бы у оппонента на флопе был бы рейс то мы бы возможно и ставили не сто процентов но поскольку у оппонентов не будет рейса мы можем спокойно ставить сто процентов на такой доске не все доски подходят для стопроцентного кондбета но как правило низкие доски и вовсе кстати не доски с тузом на доске как считает большинство почему-то есть такой стереотип что если вышел флоп с тузом на доске о мы часто там сто процентов будем ставить вернее как даже не сто процентов будем ставить все весь мусор и чекать там вторые пары или слабых тузов типа о офигеть какая крутая стратегия на самом деле конечно нет то есть такая стратегия на высоких лимитах она абсолютно неприменима у оппонентов всегда в поле как правило достаточно тузов иногда их будет даже больше чем у рейса у рейзера и поэтому такая стратегия особенно когда у нас в чеке только вторые пары ну слабые какие-то руки шедевелью это же все очень эксплуатируема то есть достаточно просто понять как широко вы коллируете свои старые пары и начинать вас жестко вылюбитить со всеми топ парами и т.д. но пиасолвер покажет вам стратегию как быть не эксплуатом но важно применять это ваших реалиях и не уходить в страну вот в страну этого пиасолвера где люди играют также как он об этом важно помнить но я постарался эту доску разобрать именно таким таким способом чтобы такое действительно встречалось на нл 10 без каких-то рейзов флопа на сухой доске вообще рейзов было по минимуму поэтому из этой руки все пожалуй применимо кроме наверное ривера все-таки на ривере как я уже говорил оппонент будет на наш чек блефовать семерки восьмерки девятки ну семерки не это не блеф шестерки восьмерки девятки будет блефовать в ваших условиях скорее всего или оппоненты не дойдут до ривера с этими руками или они их про чекают как шедевые ну может быть шестерки там иногда блефанут а восьмерки девятки допустим про чек ожидая там вас какие король валет валет 10 и т.д. ну и в принципе иногда они действительно выиграют но поскольку вы сами будете если бы стратегия немножко по-другому строилась если больше было бы бета на ривере можно было бы увидеть о том что король валет и валет 10 сами бы блефовались на ривере довольно часто они игрались бы чеком ну поэтому собственно говоря такая стратегия тоже не особо прибыльно ну как я говорю если оппоненты против вас на ривере не будут играть подобным образом то и стратегия строится по-другому ну основные возможности этой проги я думаю я вам показал на каком-то какие-то другие возможности это уже пожалуй будет другим уровнем анализа для начинающих игроков этого поверьте там может быть даже на год на несколько лет хватит просто за глаза важно прежде всего определиться с рейнджами если вы все на просчитаете на абы какие рейнджи это вам не даст ничего составляйте свои идеальные рейнджи составляйте общие рейнджи оппонентов которые ну либо можете своим рейнджем на свой рейндж играть такое тоже возможно вот составили свои рейнджи ну не знаю там либо взяли у какого-нибудь топ тренера из какого-нибудь видео взяли эти рейнджи да составили такие же рейндж на рейндж ну как будто против вас таким же рейнджем играет в принципе ну ничего страшного в этом не будет либо как я говорил берете базу и смотрите каким рейнджем играют против вас там 3 беты и т.д. конечно пиасолвер рассчитывает не только 3 бет поты это и обычные рейнджиные поты это может быть 4 бет пот это может быть в принципе что угодно я привел лишь просто такой пример ну я думаю рассказал достаточно чтобы заинтересовать чтобы смотивировать заинтересоваться этой программы в принципе прогнозирую что через несколько лет уже она будет ну может не как холдэ менеджер почти у каждого игрока ну уж как влад зила я думаю точно топ реги не будут представлять свои игры без этой проги либо появится еще какая-нибудь прога всякой же может быть ну думаю на этом можно попрощаться покинуть сервер и всего доброго удачи тренируйтесь развивайтесь и растите